Субтитры создавал DimaTorzok Уникальную операцию самостойно провели могилёвские нейрохирурги. Траву косили худко и якосно. У Кировским районе участие косовицы зладили перший сенофест. До святкования юбилея у могилёва готовы. Як наводили святочный глянец у городе подрабязности у выпуску. Уникальную для могилёвщины эндоваскулярную операцию на сосудах головного мозгу самостойно провели нейрохирурги городской больницы худкой до помоги. Оперативность и профессионализм допомогли вырытывать житё мужчине с разрывом анеуризмы и кривозлитём у головный мозг. С уликом складанности операции сегодня хвора отшувае себе добра. С пациентом сострелась и наша здымочная группа. Кризис миновал. Миколай Асидаренко у реанимации наведывая жёнка. Разом давно. Але гэта сустрэча хвалюя. Мушина был, як говорится, у адным кроку. Шёл на работу, уже собрался. На крыльцо зашёл, сознание потерял. Вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро. Вы знаете, я до глубины души благодарна тем. От страха, от этого волнения, я не записала даже ни номера, ни фамилии. Очень молодые. Два парня и девушка. Но они настолько грамотно ему оказали помощь. Подозрение на разрыв анеуризмы подтвердилися. На здымках это небеспечный участок сосуда, невеличкий мешочек. Стенки его не трывалые. У таких выпадках показана эндоваскулярная операция. Правда, для гэта га пациента узвычайно транспортируют в Минске навыково-практичный центр. Вот только на этот раз. Чекать было нельга. Ситуация внезапная. Нам даётся только 72 часа на принятие и выполнение операции, чтобы избежать развития дальнейших осложнений. Учитывая наличие инструментария, возможностей, учитывая тот опыт, который уже был получен в ходе ассистирования предыдущих операций, приняли решение помочь этому пациенту. Гэта операция могилёвских нейрохирургов 10-я полюку в области, а не первая самостоинная без допомоги столичных коллег. Ранее применялась классическая хирургия, а леприёй заховывалась высокая верогодность инвалидизации и навыц смерти. Был мешок, его не стало. Это всё производится через бедренную артерию. Очень важно, что при этом мягкие ткани мозга и всё вокруг него не повреждается. Как вы видите, операция производится только на сосуде. Окружающие ткани не страдают. Мешок аневризма полностью выключен. За добрым выником операции и выздоровлением шматгадовая работа медиков. У свой час по инициативе теперешнего министра ховы здоровья Валерия Малашки на базе городской больницы Могилёва был створный нейрохирургичный центр. Для реализации проекта урачи проходили перенвучание. Это хирурги, неурологи и реаниматологи. Больницу забеспечили специальным инструментом и высокотехнологичным обсталяванием. Например, ангиограф, без которого немогчима такая операция, каштавау больше за 2 миллиарда рублёв. Катярына Градницкая, Миколай Соболёв, Новины Региона. У Могилёвской области протягивается касавица. Сё лета и она позднейшая за лето. Если в минулом году касавица выходила на финишную промою, то Тяпир скошена по кульмене и за половую площадку, где посеяны травы на кормы живёлом. Отставание отбылось за умову на дворы, а Летяпер яно дозволяю повеличить темпы касавицы. Наш репортаж Засиповицкого района. Касавица идёт нормально, неплохо. Но факт того, что погодные условия трохи подводят, дожди проходят. Ну а так, нормально, потихоньку, помаленьку, но идём. На этой земле филиала Белшина Агра открытых акционерного товарыства Белшина косит конюшин из Люцерной. В этом году особенность в том, что было холодно, были заморозки в июне месяце, и растения начали раньше срока колоситься, и бутонизация, и цветение. Поэтому пришло время срочно всё скосить, чтобы полноценно потом получить второй укос трав. Всё лето в филиале Белшина Агра малю два разы повеличились посевные площадки под шматгодовые травы. Есть великие планы. Треба нарыхтовать 25 тысяч тонн сена и 29 тысяч тонн сенажу. Венепотребны, как прокормить великий статок господарки. У 6000 голов буйной рогатой живёлы. Уроджайность шматгодовых трав – 182 центнеров с гектара. Говорят, трава у вас выросла в этом году особенно? О, хорошая, хорошая трава. Я уже сколько убираю, вот это редко вот такая хорошая трава. Касовица в Осиповицком районе распочалась и в опошне дни мая, а ле на двор я не за всё доспрыяла гэтым работам. Теперь на полях Белшина Агра до статкова техники, ка бузяць добрый темп – косилки, здробняльники, грабли и 15 автомобилев на отвозе. Усе працуют над выконанием одной задачи. Что дня в области скошивают травы прикладно на 9 тысячах гектаров. Более за полову уже скосили у Славгородским, Круглянским, Кличевским и Белынинским районах. У лидерах по Анархту, Цесинажу, Шклоу и Кировск. Касовица у региона не меркует завершись на проконце червеня. Снежана Крыжевич, Илона Иванова, Юрий Авласцов. Новины региона. Касовица зараз не только у сельгазпродприемствах в области. Добрые господары шчаруют и на властных наделах. У Кировским районе самое спрытное поспели завитать и на первый сенофест. Навострить косу, скосить траву и стоговать сено. Организаторы этого фестиваля вы решили нагадать молоди про соправданную вязковую працу и белорусские народные традиции. На дебютном форуме побывал наш корреспондент Илья Соболев. Коса сломалась, давай быстрее, замена косы. Я не знаю, давай вторую. Ломаются косы, ломаются вилы. Кали за тобой команда, кожный шуру из всех сил. Показать сабе на сенофест вышли 11 сборных от предприемств и организаций Кировского района. Что такое вязковая праца, усе удельники ведают с датинства. С первым конкурсом скосить траву худко, якосно и аккуратно справились на выдатно. Все скосили, хорошо считаю, то лучше, хуже, но косить, конечно, нелегко. Трава такая жаркая, солнце, но мы старались. Далее команды сбирали сено у стог. Зробить его треба компактным и высоким, каб выстоял при любым надворье. Как всегда говорят, что опыт побеждает. Так вот мы смотрим, там пожилые люди, они быстрее и красивее сложили. Ну, это был самый сложный конкурс. Разобрать сено, собрать. Много нюансов. Поколь команды вызначали самых моцных, гостей запросили почастоваться народными стравами. Поглядеть выставы фигур сена, поудельничать у конкурсах налепший костюм и полевой вянок. У завершения первого фестиваля организаторы запеунили. Сенофест на Чигеринцы станет что готовым. Районы сельскохозяйственные, поэтому хотелось бы что-то с традиционного начать. Поэтому решили, смотрели, изучали, чтобы не повторяться как-то, поэтому определили фестиваль сена. Я думаю, что первый раз не получился комов, но вместе с тем будем развивать, будем смотреть ошибки, и на следующий год, конечно, это будет более масштабно. Меркуют, что наступный сенафест выйдет за рамки Кировского района. И для Соболев Александр Тарасов, новин региона. Трагедия на дорозе. У Крышевским районе у ДТЗ загинул велосипедист 47-годовый ЖХ райцентра. По информации Держаутоинспекторов ЖХ России, який кировал Фольксвагеном, пошел на обгон инжига авто. И у гэты момент протаранил велосипедиста, який рухался по краю проезжей частки. А до отриманных травмах велосипедист помер на месте. У относенных до виновника авары заведена криминальная справа. По словах экспертов, у МОМАН ДТЗ водитель находился у стане алкогольного опьянення. И до инших тем. До святкования головной падеи года. 750 годзе Могилёва засталося зусім крыху. С гэтой нагоды у областным центры пройшел городский суботник. Кап святкование пройшло на высшейшем узровне. По усіх параметрах у городе наводили святочный глянец. У парку Подниколе кипеть работа. Гэта один з основных объекту городского суботника. Подрыхтовка до святкования юбилея Могилёва еде полной ходой. Тут у дзенеки суботника начале с керунником города Владимиром Цумаровым заливають подмурок для скульптур. Их Могилё отрымаю в подарунок по заканчении международного пленэру каменная каска. Плануется, что худко у парку разместится каля десятка новых композиций. Могилёв практически готовы сустракать гостей, отзначая у Владимир Цумаров. Завершающим моментом является работа на мосту по проспекту Мира через Дубровенко, потому что мы хотим именно к дню праздника движение открыть по полной площадке. Думаю, что у нас всё к этому идёт. И по нашему графику, который мы составили, всё получается. Работы по Доброго Порадкова не разгорнулись и на любимом месте отпочинку для детей – московским двороку. Фарбовали, пробирали сметя, проводили сварочные работы. На працу вышли не только специалисты ЖЭУ номер один, а и некоторые мясовые жахары. ЖЭУ здесь работает и пригласили жильцов, желающих помочь городу, обустроить двор здесь. У нас такой замечательный двор. Уборка у гэтый день велась и по основных магистралях города, а так само у Пячерским лесопарку и на инших объектах. Керавник Могилёва Владимир Цумаров выказал особливую подяку усим, кто долучился до огульной справы. Алена Мельшанкова, Юрия Уласоу, Новины региона. Знос дома по улице Варускага так само промерковали до городского суботника. Як поведомили у ЖЭУ Ленинского района Могилёва, гэтый дом расселили ясчэ у середине 2014-го. Усе же хары отрымали новое, доброупарадкованное жильё, кажут специалисты. Тяпер новое житё отрымае и гэтый участок недалёка от центра Могилёва. Дом по улице Варускага до военной барачного тыпу пустовал два годы и городский суботник кажуть коммунальники добрая махчымысь худше расчистить территорию. На объекте задейничано с десяток человек погружщик и 8 одинок самозвалов. Не глядячи на спякоту працуют амаль без перепынку. Хотя, як отзначаюць у ЖЭУ Ленинского района Могилёва, одного дня на гэтым объекте конечно не хопить. В рамках субботника мы его демонтировали и сейчас занимаемся вывозом. Я думаю, что в ближайшие две недели мы полностью освободим данную площадку. Лепший фармацеут Могилёвской в области узначаливая аптеку у дитячей областной больницы. Такие выник конкурсу профессийного майстерства «Фарм Прэстыш-2017». До речи, ГТС-поборнества одновили после 25 годов перепынку. У советские часы конкурс профессийного майстерства сирот-фармацеуту проводили регулярно и вось традицию проционных с поборницей вы решили одновить. За звание Лепший спрошались 230 работников аптек. У финал вышли 6 человек. Настало время, когда, конечно же, в нашей профессии важны и душевная теплота, и чуткое отношение к посетителю, но будет, было, есть и будет самым важным в нашей профессии это профессионализм. Поэтому вот этот конкурс и есть соревнования в профессионализме, но и в творчестве тоже. Сирот шероху задач конкурсантам пришлось отгадывать призначение приборов, яке выкористовывали у аптеках с того дня тому, а я ще непосредственно на сцене рихтовать лековый раствор. Скажу вам по секрету, я в аптеке этого не делаю. Есть фармацев-технолог, а есть фармацев-рецептар. То есть технологи, которые готовят в аптеке, а рецептары, которые отпускают, уже готовы. И как бы я фармацев-трецептар. Скажем так, технологии немножко подзабыла, но азы есть, руки помнят. Это стимулирует на дальнейший как-то рост. То есть смотришь на других участников, понимаешь, ну, что нужно как бы ценить свою профессию. Вот, и, ну, это довольно-таки-то и интересно. Уладальник Гран-Пры отрымая у подарунок 10% надбавки да службового окладу на протягу года. Остатние финалисты узнагаруджены 5% надбавкой на такий шперед. Татьяна Сергейджик, Александр Тарасов, Новины региона. Худкость такая, что дым и искры из-под кола на Быховском аэродроме собрались самые худкие автомобили и мотоциклы Беларуси и России. Там дали старт селетним споборницам по драк-рейсингу. На летнем форсаже побывала и наша сдымочная группа. По словам специалистов, это самое престижное споборницам по драк-рейсингу в Беларуси. Приехало, ну скажем так, чуть-чуть меньше, чем хотели. Но в принципе есть представители всех классов автомобилей и стритовых, то есть обычных гражданских, уличных авто, на которых люди каждый день ездят и любят погонять. И представители про-классов, то есть специально подготовленные автомобили, задний, передний, полный привод. Быховский аэродром по меркованиях драк-рейсеров одна из самых знакомитых пляцовок. Пляцовка-шемпионов место на роджении не шматликих рекордов. К тому махчимость выпробовать себе находка сменавита тут для удельников за радость. Отличный просто аэродром, отличное покрытие. И как бы, ну альтернативы не было, приехали сюда сегодня. А откуда вы приехали? Мы из Витебска, завтра едем в Украину на соревнования. Не первый раз здесь, постоянно сюда приезжаем. Если проходит такого рода события, то обязательно приезжаем. Сустрять девчину в этом экстремальном виде спорту сдавалось бы незвычайно, али факт. Далекатная блондинка с Минску. Тяжко уявить, что Вольга уже другий год на рауне с мужчинами переодолевая однольковой дистанцией. И каждый раз худкость все больше высокая. Страшно, когда рядом серьезные, злые мужчины, машины. Конечно, страшно, но меня это затягивает, мне это нравится. Поэтому продолжаем. Аутофест ладится двойчий год. Наступный этап запланованный на осень. Там сберутся драгрейсеры шести краин. Польша, Литвы, Германия, Украина, России и Беларуси. Место встречи вызначается. Алена Мельшанкова, Юрий Ауласоу, Новины региона. Наши новины доступны на сайте tvrmogilov.baino. Я с вами развитываюся. Дякую, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин